Ну что ж, в течение последних четырех часов очень многие каналы выставили информацию, само собой, так как эту информацию выставил Биллин Кейт о втором участнике селцберецких отравителей, так называемом Александре Петрове, который оказался Александром Мишкиным. Я тоже решил подключиться, но не для того, чтобы показывать его физиономию, уже нет никаких сомнений, что это именно этот человек. Дело в том, что откопали не только информацию о том, кем он является, где он родился, в каком месте, ну и, например, такая интересная информация, что господин Чипига, то есть Анатолий Чипига, вот этот полковник, продал в этом году свой «Мерседес» господину Мишкину. Сначала анонимный источник поделился предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чипиги. Дальше инициативная группа проверила заполненные реквизиты водительского удостоверения и убедились, что оно действующее. Дальше представьте себе, люди в интернете, используя базу данных, страховых полисов ОСАГО и реквизитов водительского удостоверения, выяснили, что данные права действительно зарегистрированы на имя Анатолия Владимировича Чипиги. Уникально здесь то, что люди просто через интернет могут сейчас выяснить все, что угодно, и господам из ГРУ это неизвестно. В той же базе данных стало известно, что на период 2016-2017 годов за Чипигой числился страховой полис ОСАГО, оформленный на автомобиль с государственным регистрационным номером Т705ТТ99. Через поиск в Яндексе довольно быстро нашлась публичная доступная фотография автомобиля BMW X5 с данным номерным знаком. В интернете есть множество различных онлайн-сервисов, благодаря которым, зная только часть информации о машине, вы можете установить ее более или менее полную историю. Это сайты Автокад, Автотека, Телеграм-бот, Авинфон-бот и другие. Используя все эти сервисы, люди запросили информацию по ВИН-коду, который вы здесь видели и который узнали из базы данных ОСАГО. И оказалось, что в июне 2017 года BMW X5 с данным ВИН-кодом принадлежал Дарье Торбенко или Емельяновой. При продаже машины предыдущий владелец оставил номер Т705ТТ99 себе, а Дарья Торбенко получила номер К912ХП777. Зная, что Чипига оставил за собой номер Т705ТТ99, люди по тем же серверам проверили, не купил ли он новую машину. Благодаря сайту Автотека, используя госномер автомобиля, обнаружили, что в данный момент этот номер установлен на автомобиле Mercedes 917 года выпуска с ВИН-кодом. И дальше, используя этот ВИН-код автомобиля и сайта Автокод, люди нашли дополнительную информацию об автомобиле, в частности список штрафов и нарушений ПДД с номерными постановлениями. И что же дает этот номер постановления штрафов? А оказывается, используя их, можно зайти на сервис проверки штрафов портала Автокод МОСРУ. Указать номер штрафа и увидеть фотографию нарушений, а также имя и отчество нарушителя. Очень странно, что номер Т705ТТ99, который принадлежал Анатолию Чипиге, теперь находится на Мерседесе, который сейчас принадлежит человеку, по имени Александр Евгеньевич. Понятное дело, что Александров Евгеньевичев может быть очень много. Как же найти дополнительную информацию о его полном имени? Зная модель машины, ее номер установить личность человека не составляет никакого труда. И нынешним владельцем этого автомобиля, оказывается, является господин Александр Евгеньевич Мишкин. Ну вот такое вот совпадение. В этих базах удалось найти графию его водительского удостоверения. Вот полюбуйтесь. Все совпало место и дата рождения, Архангельская область, то, о чем говорила Пеленкейт вчера. Так что отмазаться от этого будет очень сложно. Плюс, конечно, физиономия говорит сама за себя. В общем-то, можно сказать, что все это, конечно, чистой воды совпадения. Что этот Александр Евгеньевич Мишкин с водительского удостоверения просто удивительным образом похож на Александра Петрова. Который, как мы знаем, любит путешествовать со своим другом в Солсбери. Ну, там, где трудно пройти из-за снегопадов. Ну, вы знаете всю эту историю. Кроме того, в базе нашлась информация из паспортного транспортного средства автомобиля Mercedes-Benz GLS 350 D4 Matic, согласно которому 5 сентября 2017 года автомобиль принадлежал Анатолию Владимировичу Чипиге, проживающему по улице Гримау. 30 мая 2018 года Анатолий Владимирович Чипига продал автомобиль Александру Евгеньевичу Мишкину, проживающему на улице Перекопской. Что из всего этого выходит? А выходит, что два этих господина просто на самом деле идиоты, господа. Вы не ошиблись, когда вы об этом подумали. Речь идет лишь о том, что работники ГРУ совершенно не понимают, что значит конспирация. Один из них продает автомобиль другому, и любовь к красивым автомобильным знакам мешает им подумать о том, что этот факт легко найти современному человеку, даже просто используя обычную открытую базу данных. Ну, хотя бы номера поменяли, елки-палки. Но они даже на это не способны. Все еще для скептиков. Не сомневайтесь, уровень ГРУ и спецслужб в России деградировал, как и все остальное в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...